Еда как культурное наследие Итак, неаполитанская пицца может войти в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО По мнению итальянцев, именно она является одним из главных символов страны Кстати, среди, скажем так, кандидатов были ежегодные скачки в Сиене, производство виолончели в Кремоне и карнавал в Виареджио Однако предпочтение отдали все-таки главному национальному блюду Почему еда считается культурным наследием наравне с древними обычаями и историческими памятниками? Это мы обсудим со специалистом по истории кулинарии Павлом Сюткиным Павел, здравствуйте Добрый день ЮНЕСКО решило включать исторические гастрономические ценности в список нематериального наследия из-за опасения, что современные технологии и фастфуд их уничтожат А действительно, булки с мясом опасны не только для здоровья, но и для кулинарных традиций Вы знаете, они, конечно, опасны, но давайте рассуждать здраво Для сильной культуры, так же, как и для сильного организма, зараза или какая-то инфекция не столь страшна Хотя она, может быть, бушует в глобальном масштабе Точно так же и для нас, для любого, в принципе, народа с долгими историческими традициями Очень важно сохранить и укрепить то, что у нас было, то, чем мы можем гордиться Давайте не будем скрывать то, что действительно идет глобализация Стираются экономические, культурные границы между народами Вот в том, чтобы сохранить какую-то свою самость Какое-то свое отличие от всех других Ну, наверное, в этом заинтересована каждая цивилизация А вот по каким критериям и кто, самое главное, решает, какому блюду есть место в списке ЮНСК, какого нет? И это очень важный вопрос Сразу поправлю вас Вопрос не о блюдах и не о рецептах Каждая страна, конечно, может выставить десятки и сотни каких-то рецептов, которые есть только у них Только ЮНСК говорит не об этом, а о культурной традиции, связанной с этим блюдом То есть, приведу просто примеры Вот, например, один из последних примеров включения в этот список Это корейская капуста кимчи Только не просто рецепт, сколько взять капусты, сколько добавить соли и как это размешивать А целый культурный церемониал, когда женщины собираются, поют песни Надевают нарядные какие-то одежды, украшения И все это в течение нескольких часов превращается в какое-то театральное действие Вот оно-то, оно и становится предметом этого исторического наследия Хорошо, тогда а почему российских рецептов, вот этих обычаев нет в этом списке? Вот это то, наверное, о чем мы все должны задумываться Давайте поймем сразу две простые вещи Российская кухня, кулинария, это кухня митрополии Это кухня, которая еще до Советского Союза дала кухне огромной империи Куда входили традиции множества народов, которые входили в эту империю, влияли на нее каким-то образом Естественно, наша историческая русская кухня, да, как мы называем кухню исторически русских областей Естественно, она растворялась где-то Что-то принимала в себя, что-то, так сказать, теряла какую-то свою специфику Второй момент, который важен, это советский период Вы вспомните все советские лозунги даже первых лет советской власти Покончим со старым бытом Освободим женщину от кухонного рабства Естественно, все эти бытовые мелкие детали Кухня является одним из важнейших этих элементов быта Они были потеряны, они были сознательно истреблены, забыты Вот сейчас и давайте задумаемся А есть ли какая-нибудь традиция, которая живет сегодня в народе Ну, вот связанная, я имею в виду, с кулинарией И вот что мы, собственно говоря, можем поднять А вот давайте, ребят, есть вот что? Вопрос сложный На самом деле, мы действительно с коллегами немало думали об этом Я думаю, что, конечно, здесь несколько моментов То есть, с одной стороны, должны быть выбраны те блюда, которые, ну, все-таки специфически для нас Ну, к примеру, глупо, наверное, было бы выдвигать в качестве такого кандидата пельмени Хотя, вроде, все собираются семьями, лепят, да, и вроде как традиция Но понятно, что русскими их можно назвать с достаточно большой натяжкой Что это может быть? Это могут быть блюда, связанные, ну, например, вот с тем самым кисло-таким классным вкусом Который именно характерен для нашей кухни Ну, например, там, ботвинья Кислые щи Щи отчасти И здесь, на самом деле, не надо пугаться того, что эти блюда могут быть характерны для нескольких народов Вот этот извечный спор на славян между собой, кому принадлежит борщ Но этим спором мы еще вернемся Он только мешает, на самом деле Вот к этим спорам мы еще вернемся, пока, ну, так вот, продолжим Армении, да, удалось добиться того, чтобы ритуал приготовления лаваша, его внешний вид Унесли в список наследия человечества наш корреспондент в Ереване, Луиза Симонян Она взяла такие уроки и теперь может рассказать, в чем его особенность Давайте посмотрим С удовольствием Раскатываем тесто равномерно, как будто для пиццы, очень тонко Теперь осталось натянуть тесто на специальную форму Нужно обязательно сбрызнуть тесто водой, чтобы оно держалось на подушке и не упало в печь Теперь опускаем лаваш в печь У пекаря со стажем это получается без труда Ловким движением Лариса лепит его на раскаленные внутренние стенки тонера А вот новичкам приходится сложно 30-40 секунд в тонере и лаваш готов Тонкий, ароматный, золотистый Пламя в печи не сильное, так что достаем изделие рукой Ну вот если в Армении в списке ЮНЕСК лаваш, вот французы и японцы, они занесли вообще все свои блюда туда А какими заслугами должна обладать национальная кухня, чтобы ей вот такие почести оказали? Я думаю, это зависит от того, как эту кухню представлять Вы понимаете, в любом взаимоотношении заказчик-исполнитель, обычный исполнитель, он и пишет техническое задание Так вот, и мы сами для себя должны понять, чем наша кухня, собственно, отличается от кухонь других стран И в чем вот это вот зерно, которым, так сказать, мы можем гордиться Мне кажется, на самом деле, это зерно заключается в очень простой вещи Первое, это совершенно особые, так сказать, продукты Которые, ну да, специфические, например, для нас Тем более, прямо скажем, не столько даже продуктов, а уже их обработка То есть гастрономические, то, что называется продукты Варенье, тамбовский окорок, коломенская пастила Какие-нибудь соленые огурчики из Суздали Вы понимаете, они географически привязаны Но вот, с другой стороны, Бельгия оформила заявку на одно из самых распространенных вообще в мире блюд На картошку фри Да Бельгийцы считают, что вот именно их предки заверли это блюдо Как вы считаете, включат картошку фри в списке ЮНЕСКО? Это сложный вопрос, на самом деле, потому что в любом случае там происходит некая конкуренция Некое соревнование между, так сказать, различными кандидатами Ну вот, возвращаясь к нашей, собственно, кандидатам от нас Я бы сказал одну простую вещь Она, может быть, несколько удивит слушателей Но русской кухни, единой русской кухни нет как таковой Давайте поймем это Так же, как нет единой французской кухни, единой итальянской кухни Есть кухня различных исторических областей, регионов нашей огромной страны И вот именно вот эта комбинация, эта неповторимая, так сказать, цельность Она и создает вот тот характер русской кухни, который отличает После внесения в список ЮНЕСКО блюда или технологии, они становятся таким национальным брендом официально А вот государству что это дает? Вы знаете, а что дает государству включение Эрмитажа в список ЮНЕСКО? Казалось бы, ничего Но это вещь, которая, во-первых, создает на международной арене, так сказать, то понимание того Что страна является удивительным, интереснейшим местом, которое следует посещать Которое интересно для множества туристов, ученых, да и просто телезрителей и жителей других стран А вот касательно споров, вы затронули эту тему уже? Между странами возникают споры, кому принадлежат блюда Вот то самое наследие Турции, Кашика, и уже армяне считают своим Как ЮНЕСКО такие конфликты разрешает? А очень просто, на самом деле, и я думаю, что нам не нужно бояться этого пути Дело в том, что многие культурные явления, они подаются от нескольких стран И считаются культурным наследием нескольких стран Ну, например, такая вещь, как соколинная охота Да там почти десяток стран от Франции до Саудовской Аравии Являются в том или ином степени наследниками этой традиции И я думаю, что наша кухня, она должна быть наследником общеславянской кухни Славянского мира и Белоруссии, и Украины Интересно, рассказывается, очень вкусно рассказывается Но, к сожалению, эфирное время у нас кончается Пора подводить итог, вот у нас в программе это принято, ну, традиция такая Подводить итоги за 30 секунд Вот за полминуты расскажите, почему, на ваш взгляд, национальные блюда Это культурное наследие страны? Дело в том, что кухня – это действительно часть национальной культуры Понимаете, она изменялась вместе с страной Она впитывала все те события, тенденции Которые происходили с нашей непростой историей Меня всегда спрашивают А почему вот наша русская кухня, ну, она как бы не очень понятная Мы говорим о французской, понятной, итальянской, понятной, японской, а русская А я всегда задаю вопросы и отвечаю притчей У верблюда спросили, а почему у тебя... Ну, у нас такое приводит Время А вот что у нас простое? Что в нашей культуре? Спасибо, время наше, к сожалению, вышло Напомню, у нас в гостях был историк урнарии Павел Цукин Всего доброго, до встречи в эфире До свидания